Дорогие родители, всем привет! Перед вами 10 урок детского курса пазл пиано. Тема урока – знакомство с понятиями и обозначениями динамических оттенков, сказка пиано и форта, а также аппликатура гаммы до мажор. Приятного просмотра! Для проведения урока родителю понадобится фортепиано, методическое пособие, подписка на канал, пособие от Каченко «Мелкая моторика гимнастика для пальчиков», приложение Noteworks, компьютер и пазл. Разминка. Пальцевая моторика. Используем пособие от Каченко «Мелкая моторика гимнастика для пальчиков». Количество выполненных упражнений за один урок индивидуально. Выполни упражнения, повтори песенки. Раз пойду я погулять, кошечка-милашечка, дорэми, бом-бом, пчела, умница и у лягушки юбилей. Выполни упражнение «Постановка рук». Используем первое упражнение Ганона. Объясняем без нот схематично, останавливаясь на последней ноте и отдыхая в воздухе, повторяя схему от следующей ноты. Вначале разучивать отдельно руками в восходящем направлении, затем в нисходящем. Позже соединять руки вместе и играть без остановок на последней ноте до конца. Поем песенку про ноты и показываем эти ноты на карточках. Изучаем аппликатуру гаммы до мажор отдельно руками в восходящем и нисходящем движениях. Важный момент, от которого зависит результат. Одинаковые движения предполагают, что вы не только нажимаете одинаковые ноты, но главное – нажимаете их всегда одинаковыми пальцами, то есть используете одну и ту же аппликатуру. Если это условие не выполнять, то весь труд бесполезен, ведь вы заучиваете именно движение пальцев, пытаясь задействовать мышечную память. И если каждый раз ноту нажимать новым пальцем, то движение ваши руки никогда не смогут запомнить. Этот пункт я акцентирую отдельно, так как это самая распространенная ошибка. 80% начинающих при игре постоянно путают пальцы, то есть аппликатуру, чем сильно усложняют себе процесс обучения. Но мажорная гамма играется проще всего и очевиднее по всем белым клавишам подряд от ноты до до следующей ноты до. Обратно по тому же принципу. Для начала отточите и хорошо запомните, как играется гамма до мажор. Не старайтесь сразу играть гамму очень быстро, старайтесь лучше делать это ритмично. Мозг запоминает информацию лучше, если учиться делать что угодно именно с медленной скоростью. Впоследствии скорость появится сама. А сначала важно довести все до автоматизма. Выполни упражнение. Посмотреть и посчитать. Видео номер 26. Новое понятие «динамические оттенки». Динамические оттенки – это термины, которые определяют степень громкости исполнения музыки. Называются они динамическими оттенками от греческого слова «динамикос», которое переводится как «силовой», то есть «сила звука». В нотах это просто значки. Полностью пишутся, произносятся и переводятся они следующим образом. Иногда гораздо реже в нотах можно встретить следующее обозначение. «Пиано пианиссимо» или «четыре пиано». Также «три форта», «форта фортиссимо» или даже «четыре форта». Они означают «очень-очень тихо», «еле слышно» или «очень-очень громко». Знак «сфорцанда» указывает на выделение какой-либо ноты или аккорда. Выполни упражнение. Прочитай сказку «Пиано» и «Форта». Сделай анализ и ответь на вопросы. Итак. Мальчик спал почти весь день и на следующий день почувствовал себя лучше. Но доктор сказал, что простуда еще не прошла. «Мама, можно мне погулять?» – попросил мальчик. «Я уже выздоровел». «Нельзя, сынок», – не разрешила мама. «Завтра пойдешь гулять, если будет солнышко, а сегодня доктор велел тебе лежать. Пусть твои нотки тебя развлекают». Ноткам тоже хотелось погулять, но они услышали слова мамы и остались дома. «Давайте снова споем мальчику колыбельную», – предложила нотка «ля». «У нас теперь есть минор, и мы можем спеть очень грустную колыбельную». «Мальчик уснет, а пока он спит, мы полетаем, с ветерком поиграем», – добавила нотка «си». Все нотки согласились и запели очень печальную и громкую колыбельную. Они пели так грустно и так громко, что не выдержали и сами заплакали. «Что случилось? Почему вы кричите и рыдаете?» – испугался мальчик. «Мы не рыдаем, мы тебе мамину колыбельную поем, чтобы ты уснул и выздоровел скорее», – схлипывая, объяснили нотки. «Это не колыбельная, а печальный крик. Под такую песню никогда не уснешь», – сказал мальчик. «Мамина колыбельная – печальная, но светлая песня. Ее нужно петь тихим и нежным голосом». Нотки смущенно замолчали, не зная, что им делать. «А вот и мы», – произнес кто-то невидимый тихим голоском. «Кажется, нас звали!» – заревел громко другой невидимый голос. И откуда ни возьмись, появились два гнома. Один маленький и худенький, а второй в два раза выше и толще первого. «Я невидимый гном пиано. Помогаю нотам звучать тихо», – прошептал худенький гномик. «А я невидимый гном Форте. Учу ноты петь громко», – закричал второй гном. «Здравствуйте, гномы! Почему вы невидимые? Я вас прекрасно вижу», – удивился мальчик. «Мы становимся невидимками, когда надеваем колпачки», – прошептал гномик пиано. «Вы нас звали, и мы сняли колпачки, чтобы вы нас заметили», – заревел Форте. «Но мы вас не звали», – удивился мальчик. «Как не звали? Я сам слышал, как нотки пели громко, а кто-то просил их петь тише. Значит, мы вам нужны, потому что пиано значит тихо, а форте значит громко», – громогласно заявил гном Форте. «Мы будем невидимо летать вместе с музыкой и подсказывать ноткам, как нужно петь», – тихо произнес гномик пиано. «Теперь мы правильно споем колыбельную», – обрадовались нотки, но потом они встревожились. «А вдруг гномы пиано и Форте устанут или уснут, и мы опять споем неправильно?» «Не волнуйтесь, непоседы», – усмехнулся маэстро скрипичный ключ. «Я буду писать на нотном стане пиано или форте, чтобы вы всегда знали, как нужно петь – тихо или громко». Скрипичный ключ тут же записал музыку маминой колыбельной в нотной тетради, а сверху написал «пиано». Нотки ласково и тихо спели эту печальную мелодию, и мальчик уснул. «Ответьте на вопросы. Почему форте и пиано появились в образе невидимых гномиков?» «Для чего нужны форте и пиано и что происходит, когда о них забывают?» «Нарисуйте двух гномиков в окружении ноток». «Выполни упражнение. Угадываем динамические оттенки по карточкам». «Посмотреть и прохлопать. Видео номер 27». «Поиграй в приложении Noteworks». В течение всего урока собираем пазл. Выдавать следует по одной детали за правильный ответ, таким образом мотивируя ребенка. В конце урока должна получиться целая картинка. Все необходимые тематические видео для этого конкретного урока находятся в описании. Разворачивайте описание, там всегда много интересной информации. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если урок мой понравился. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok